Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на, так понимаю, завершающей лекции по курсу ВИЭ. Мне приятно, что я в числе завершающих, потому что можно обобщить и кое-что сказать о том, что вы уже слышали. Может быть, что-то буду повторять, но вы не обижайтесь, пожалуйста. Меня зовут Станислав, фамилия Черница, я являюсь генеральным директором компании Аэнерджи. Наша компания ведет свою деятельность как раз в альтернативной энергетике в России, и мы существуем уже почти 4 года. Меня попросили выступить на тему роли возобновляемых источников энергии в научно-технической, научно-технологической и социально-экономической модернизации России. Я, конечно, уделю несколько слов этой теме, но думаю, что здесь лекции не получилось бы именно на эту тему выступать. Во-первых, она, на мой взгляд, была бы достаточно скучной, а во-вторых, не так много есть что сказать об этом, к сожалению. Я часть своей лекции уделю теме энергосбережения, так как тема энергосбережения очень неразрывно связана с темой возобновляемых источников энергии. И вот эту связь я постараюсь вам показать. И тем более, что наше государство в настоящее время как раз больше развивает тему энергосбережения, нежели ВИА. Мы с вами рассмотрим также пример, как работают эти механизмы энергосбережения и как использовать возобновляемые источники энергии, например, в своем частном доме. У нас такая часть лекции будет. Потом в конце постараюсь вам рассказать из практики случаи из деятельности нашей фирмы, то есть какие люди задают вопросы. Правильные ли эти вопросы с точки зрения ВИА или неправильные, как на эти вопросы можно отвечать. И вообще, наиболее волнующие темы обычных граждан, заказчиков в области ВИА в настоящий момент. Я думаю, что это будет интересно, это именно взято из настоящей практики. И в конце, пожалуйста, задавайте любые вопросы, постараюсь на них ответить. Вообще, коротко расскажу, как мы дошли до такой жизни, что пришли в область ВИА. Я являюсь выпускником вашего конкурентного вуза, Московского государственного университета имени Ломоносова, географического факультета. И пока учился, занимался в основном вопросами нефти и газа, нефтепереработки, нефтегазохимии и так далее. И, ну, казалось бы, это такая наиболее тема, которая, если ты являешься специалистом в ней, ты проживешь в нашей стране, потому что наша страна нефтегазовая. Но глубоко вникнув в эту тему, я и мой коллега, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что это, казалось бы, вечная тема для нашей страны, тем не менее, рано или поздно она начнет исчерпываться, возможно, не при нашей жизни. Но рост цен на ресурсы, он уже очевиден, вот такие углеводородные ресурсы, и, как бы, весь мир пытается найти замену, это раз. А второе, весь мир пытается найти новую парадигму развития, как еще можно развиваться, да в каком направлении. И вот в этом направлении, этим направлением, таким перспективным, нам как раз показалась тема возобновляемых источников энергии, тем более она совершенно не развита в нашей стране, а на Западе она активно и бурно развивается. Мы решили, почему бы и нет. И вот с 2007 года начали заниматься этой темой, думая, что мы тут сможем совершить какую-то революцию, пока она еще не совершилась. Но, тем не менее, я надеюсь, что рано или поздно совершится, может быть, с помощью ваших усилий. Вот один факт сразу приведу, наверное, вы знаете, наверное, вам о нем уже здесь говорили, что в 2010 году суммарный ввод мировых мощностей на ВИА превысил суммарный ввод мировых мощностей на традиционных источниках энергии. Это знаковое событие. То есть, поясняя нормальным языком, суммарная мощность ветряков, солнечных электростанций, каких-то приливных электростанций оказалась выше, чем суммарная мощность угольных ТЭЦ, газовых ТЭЦ, мазутных ТЭЦ и так далее. Это впервые за всю историю человечества. В 2010 году произошло. То есть, тренды ввода мощностей, да, они пересеклись, и дальше ввод мощностей на ВИА будет продолжать, мы думаем, что будет продолжать расти, а ввод мощностей на традиционных источниках будет, может быть, тоже расти, но не так быстро, как на ВИА. Поэтому тема достаточно актуальна. Даже несмотря на то, что сегодня она в нашей стране не совсем развита, рано или поздно это произойдет и у нас, я уверен. Теперь вот коротко вернусь к теме выступления «Роль ВИА в научно-технологической и социально-экономической модернизации России». Вообще, зачем это нам нужно и что это нам дает? Тема ВИА, обычно ее любят связывать с экологией, с зелеными технологиями. Хотя, как вы знаете, термин «экология» или «экология», он практически не используется на Западе. Какой используется термин, знаете? Точно, да. Используется термин «устойчивое развитие», «состоинобилити». Я практически не встречал, чтобы в западной литературе встречали слова «экология» и так далее. «Грин технология» может быть еще и встречается, но «экология» не встречается. Что это значит? Что такое устойчивое развитие? Что, используя возобновляемые источники энергии, мы, во-первых, не только не вредим окружающей среде, но и способствуем в целом развитию человечества, применению новых технологий, новых материалов, созданию новых рабочих мест и так далее. Вот это все в комплексе, улучшаем здоровье, окружающую среду, вот это все в комплексе называется «устойчивое развитие», и поэтому термин «вия» с этим неразрывно связан. В силу того, что мы в нашей стране загадили уже все, что только можно, ну еще не все, что только можно, но уже почти все, то для нас этот термин очень актуален, особенно для больших городов, для территории, где промышленность развита. И поэтому «вия» для нас тоже очень важна, так как мы можем избежать какого-то дальнейшего загрязнения окружающей среды, создать опять новые рабочие места, улучшить нашу промышленность и так далее. Поэтому, ну как бы да, это актуально, да, вот так, если коротко. Теперь по поводу научно-технологической составляющей «вия», тоже «вия» влияет на научно-технологическое развитие нашей страны. Как оно влияет? Во-первых, ну вы тоже это, наверное, знаете, что СССР был пионером развития возобновляемых источников энергии в мире. Еще даже, наверное, в 30-е годы велись на эту тему исследования, да, а в 50-е годы строились, было производство и ветрогенераторов, и в 60-е годы появилось производство солнечных батарей в связи с освоением космоса. Мини-гидроэлектростанции были очень популярны до, ну вот они активно строились и до войны Второй мировой, до Великой Отечественной, и после, в 50-е, 60-е. То есть все это происходило. Ну происходило это потому, что надо было как-то развивать страну, были проблемы с большой энергетикой и так далее. Но в 60-е годы, в 70-е нашли нефть, газ и как бы все застопорилось, да. Оказалось дешевле строить нефтяные, газовые, потом газовые электростанции, потом атомные появились, да. То есть тема ВИ, она заглохла. А что происходило на Западе в этот момент? До 73-74 года примерно то же самое, что и у нас, только как бы традиционная энергетика, да. А как только у них разразился мировой, ну можно сказать, ресурсный кризис, да, вы знаете, да, что подняли цены арабские страны, производители, поставщики нефти, то Запад качнулся в сторону поиска каких-то альтернативных технологий, ну в том числе это были и атомные технологии, и в том числе и ВИА. И вот где-то в середине 70-х эта тема стала развиваться и у них там, на Западе. Вот до чего она развилась, вы можете наблюдать, приехав в Европу сегодня, да, особенно в Германию. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, да, ВИА играет большую роль в научно-техническом развитии любого государства или общества. Это и научные разработки, и создание, и наукоемкое машиностроение, да, создание новых материалов, например, углепластики, стеклопластики, лопасти, ветрогенератор, вот они, например, изготавливаются из углепластика, стеклопластиков. Но это, как бы для нашей страны тоже имеет место быть, но состояние дел в этой отрасли не очень хорошее. Да, там сегодня должен был выступать представитель Роснано, должен был вам прочитать рассказ о том, как у нас тема ВИА развивает Роснано. Да, у них действительно есть совместный проект с компанией Ренова по строительству завода по производству тонкоплёночных фотоэлементов в Новочебоксарске. Ну и ещё есть там ряд небольших технологических ноу-хау, которые они развивают. Ну, в принципе, этим всё и ограничивается. То есть, на самом деле, условий, ну, скажем честно, условий по развитию этого оборудования, этих направлений в нашей стране особо нет. Ну и, соответственно, нет и рабочих мест, и те пожилые люди, которые ещё пытаются это развивать, вот они единственные, кто это и развивает. Да, молодёжь не идёт, потому что нет денег. В общем, тема всем понятная, она такая достаточно грустная, я не буду её особо развивать. Все всё поняли, да? Иллюзии вам рассказывать не буду, и сказки тоже на эту тему. Давайте вернёмся, ещё тут маленький у меня такой аспект, выступление, энергосберегающий проект, работа комиссии предпрезиденте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. Ну, у нас есть закон 261, который вот говорит о том, что нужно развивать энергосбережение и ВИА, но он почти не работает, либо работает для галочки. Ну, то есть, условно говоря, да, поручили губернаторам и прочим чиновникам развивать ВИА. В их понимании это в основном замена лампочек накаливания на энергосберегающие лампочки, установление приборов учёта, ну и там какие-то бывают, пишут программы по энергосбережению. Иногда бывает достаточно толковое, другое дело, что они не исполняются. Вот как бы в основном этим и ограничивается. Говорят о том, что в следующем году губернаторов, ну, начнётся такая практика, что могут снимать губернаторов за то, что они не выполняют предписания по развитию ВИА в нашей стране. Не знаю, как это будет происходить, потому что в целом мы сталкиваемся с тем, что как в седьмом году почти никто не знал, что такое ВИА, ну, как бы все слышали, но толком не понимают, что это такое. Так и сейчас, не сильно меняется. Я надеюсь, что вы, прослушав этот курс лекции, чуть больше будете представлять и, во всяком случае, глупых вопросов, не, вопросы нужно всегда задавать, но вопросы ваши будут, может быть, чуть-чуть поумнее, да, или ваши предложения, там, ваши запросы, не вопросы, а запросы по оборудованию. Я бы больше, вот ещё раз подчеркну, хотел бы затронуть тему энергосбережения выступления в своём. Вот давайте к ней перейдём и постараюсь показать, как она связана с ВИА. Вам рассказали уже про ветер, про солнце, про био, про приливы, рассказывали, про волны, про гидро. Ну, всё рассказали, вы как бы полный спектр практически про геотермальную энергетику, да, вы всё представляете. Ну, вот скажу так, что если мы с вами не развиваем тему энергосбережения, если не развиваем, то развитие ВИА, оно, ну, может быть, не бесполезно, но оно не совсем целесообразно, потому что тема ВИА, она достаточно сложная, и энергетика на основе ВИА, она дорогая, никто это не скрывает, она, её сложно просчитать, сложно оценить, потому что это вероятностные модели, да, там солнце сегодня светит, завтра оно за облако зашло, а вам нужно стабильно получать электроэнергию. Поэтому, если вы бережно не относитесь к той энергии на ВИА, которую вы получили, вернее, к той энергии, которую вы получили из ВИА, то транжирить её, то это для вас будет очень дорого. Поэтому вот тема энергосбережения, она имеет непосредственно отношение к теме ВИА. Давайте посмотрим вообще, что может двигать людьми, компаниями, государственными институтами в том плане, чтобы экономить вообще, зачем это нужно. Конечно, можно ничего не экономить и жить, как живём. Какие есть вообще мотивации использования энергоэффективных технологий в принципе? Ну, что такое энергоэффективная технология? Это технологии, не только технологии, продукты, поведение, всё что угодно, которое может привести к тому, чтобы экономно использовать электроэнергию. Электроэнергию, тепловую энергию, вообще энергию как энергию. Значит, масштаб энергоэффективных технологий, энергоэффективных решений может быть разный, абсолютно разный. То есть вы у себя в комнате заменили лампочку, это вот такой маленький масштаб. По всей стране вы заменили все лампочки, это уже такой глобальный масштаб, да, или не только лампочки. То есть, ну, как бы практику эту можно использовать на любом уровне, и она будет полезна на любом уровне. Если каждый из нас об этом немножко задумается, хотя бы немножко будет чего-нибудь экономить, не в ущерб своему образу жизни, подчёркиваю это, то мы все от этого выиграем. Прошу прощения. Переходим дальше. Какие вот основные виды энергоэффективных решений можно выделить? Значит, если мы говорим, ну, вот можно разобрать для примера здания, например, да. Вот они здесь перечислены, основные виды энергоэффективных решений. Давайте разберём, как тот или иной вид может влиять на то, чтобы мы с вами что-то экономили, и наша жизнь улучшалась к лучшему. Архитектурные. Вы слышали о таком понятии, как там солнечная архитектура? Знаете, да, знакомые? То есть, если мы правильно с вами ориентируем, только вот если мы применяем этот вид и правильно ориентируем здание относительно сторон горизонта, такой чистый географический принцип, то мы уже можем сэкономить до половины ресурсов на отопление, да, например. Вот. Сделаем остекленение на южную сторону, на северной стороне. Если мы ничего не будем остекленять, окон не будем делать, то уже от этого выиграем. Естественно, это в северном полушарии, в южном наоборот, да, например. Вот. Ну, это я коротко объясняю, да. То есть здесь уже достаточно хороший ресурс для того, чтобы что-то сэкономить. Конструктивное. Можно все строить из стекла и бетона и топить улицу зимой. Да, можно применять какие-то более современные конструкционные материалы, которые позволяют, не позволяют, вернее, например, теплу уходить или холоду уходить. Да, то есть современная гамма конструктивных решений, она очень большая. Просто я здесь короткие такие мазки делаю, чтобы вы, ну, когда будете строить собственный дом, чтобы вы задумались об этом. Инженерные. Здесь большое поле, да, это оборудование. Осветительное оборудование, отопительное оборудование, вентиляционное оборудование, оборудование по производству холода, если это нужно, умная система, да. То есть здесь большой-большой набор всяких таких инженерных штучек, приборов, решений, которые позволяют нам оптимально, например, даже не то, что вот меньше расходовать, но оптимально расходовать, а может быть и меньше расходовать электроэнергию. Ну, кто-то сам выключает свет, выходя из комнаты, а у кого-то стоит датчик движения, и он вышел, и там через 10 секунд свет погас, да. Можно и так, и так. Что-что? Это очень удобно. Сейчас в подъездах поставили такие лампы, вообще ходить страшно, потому что подъезд постоянно темный, и лучше бы государство заботилось о безопасности жителей, чем об экономии света в подъезде. Ну вот смотрите, например, решение по вашему подъезду могло бы быть такое. Есть лампы, которые, вот когда никто не идет, они светят в 10% своего света, или там в 20%, система диммирования, да, то есть все равно свет есть. Ну просто он тусклый. Как только кто-то идет, включается все ярко. То есть у вас, наверное, вообще выключено, да, когда никого нет. Вот, ну это неграмотно продуманное решение, это сплошь до рядом бывает. Но как бы тоже это все можно решить и сделать для людей. Я с вами согласен, что у вас крайний случай, да, когда совсем не горит. Можно действительно там не включиться и ногу сломаешь. Вот, ну можно и по-другому сделать. Есть перегибы, не буду спорить, но если грамотно подходить к проблеме, то ее можно решать. Значит, управленческие виды энергоэффективных решений. Ну какой тут можно привести пример? Например, в программе по энергосбережению города Москвы для транспорта есть такой пункт, что обучение водителей троллейбусов, автобусов экономной езде. Ну, в общем, когда водитель равномерно давит на газ, на тормоз, соответственно, расход топлива в автобусе, да, к троллейбусу может быть в меньшей степени относится, можно уменьшить на треть. Только из-за того, что равномерно, ну как бы давить столько, сколько нужно. То же самое с тормозом. То есть не изнашивать тормозные колодки. Кто-то проезжает на тормозных колодках 10 тысяч километров, а кто-то и 120 может проехать на одних и тех же. Вот как бы управленческое решение, да, которое может способствовать снижению потребления энергии. Поведенческие. Ну это как раз поведенческая, это больше такая самоорганизация. Опять повторюсь, вы ушли, выключили свет, не обязательно у вас везде в квартире горит. Там, где нужно, там и горит. Потом, например, есть люди, которые специально отказываются от каких-то благ человечества. Например, вот я проходил однажды стажировку в Соединенных Штатах и жил в семье. Ну это два пожилых человека. В принципе, в Штатах как бы неприлично иметь там одну машину в семье, да. Каждый взрослый гражданин имеет свой автомобиль. Ну потому что никуда там без автомобиля не денешься. Там не так развит общественный транспорт, и все заточено под автомобиль. Так вот эта семья сознательно отказалась от второго автомобиля. Вот именно с точки зрения, что вот мы там чуть-чуть, но пользу природе принесем, да, что у нас всего лишь один автомобиль в семье. И тот автомобиль, который у них есть, он в итоге гибридный. Такая дважды сознательная роль. Ну и комплексное, синергетическое. Естественно, что если, как раз пример с подъездом, да, если только в одном направлении думать, как в основном принято думать, да, то можно, применив какой-то из этих принципов, навредить даже, да. Если мы в комплексе все применяем, я покажу более подробно синергетические, комплексные виды энергоэффективных решений на следующей презентации, вот когда мы про дом энергоэффективный с вами будем говорить. Там как раз будет понятно, что такое комплексные синергетические виды энергоэффективных решений. Потом, значит, что побуждает нас экономить уже так в принципе, да, какие факторы побуждают нас экономить? Ну, первые законодательные принципы или законодательные инициативы, да, то есть вот как, опять же, закон 261-й гласит, что мы все должны экономить. Но если только кнутом загонять всех, как правило, это вызывает обратную реакцию, да, то есть нужно продумывать обязательно механизмы, что если мы экономим, то что вообще человек за это может получить. В принципе, на Западе это все очень развито, то есть, ну вот, например, в тех же Соединенных Штатах, если в автомобиле едут два и более человек, вы знаете, да, есть некоторые города и некоторые трассы, тогда этот автомобиль может идти по отдельной полосе, вот, а в Лос-Анджелесе, например, такое есть. И когда пробки, это очень актуально. То есть если у вас в машине двое или трое сидит, вы можете по скоростной полосе идти, вам никто не мешает. А все, кто один в машине сидит, они там ползут в пробки. Вот вам пример законодательных инициатив таких пряника, да, по энергоэффективности. Экономические причины также могут побуждать к энергоэффективности, но это очень просто. Даже уже рассчитано, что, скажем, когда уровень тарифов, ну, для нашей страны, достигает 4 рублей за киловатт-час, то, в принципе, есть смысл переходить на ВИА, на использование возобновляемых источников энергии. Вы с тарифами знакомы у нас примерно? Кто сколько платит? Есть представление? Вот смотрите, расскажу коротко. Ну, население в Москве платит где-то 3 рубля за киловатт-час, промышленность платит уже все 5 или 6. То есть 5 или 6 рублей за киловатт-час – это больше, чем 10 евроцентов. 10 евроцентов – это, вернее, вот, скажем, в Германии, одной из самых дорогих стран по энерготарифам, компании, бизнес платит меньше 10 евроцентов за электроэнергию, за киловатт-час. То есть все наши сказки о том, что у нас дешевая электричество – это сказки. Мы реально платим уже по нормальным мировым ценам. Единственное отличие в том, что у нас население платит меньше, чем бизнес, а в развитых странах наоборот. То есть вот население в той же Германии платит в районе 30 евроцентов за киловатт-час, а промышленность – 8. А у нас наоборот. То есть у них государство стимулирует промышленность работать нормально, то есть экономику развиваться, а у нас затыкают дыры социальными льготами. Ну, как бы вопрос дискуссионный, что лучше, какой путь лучше, но факт в том, что наша промышленность загибается, это никто отрицать не будет. Вот, в общем, по нашему опыту могу сказать, что очень много, когда энерготарифы год назад поднялись вот до уровня 5-6 рублей за киловатт-час для промышленности, а иногда и больше, то начался вал звонков по тому, как бы мне тут поставить ветряк, как бы мне тут солнечную батарею воткнуть. Вот, мы еще с вами разберем, что не так все это просто. Я озвучу вам вопросы, которые при этом задавались чуть дальше. Значит, инфраструктурные ограничения, вернее, факторы, которые способствуют развитию ВИА. То же самое. В Москве, вот в московском регионе и в некоторых других регионах России, например, в Краснодарском крае, есть реальные физические ограничения по подключению к электросетям. Ну, то есть нет, нет резерва мощностей, а тебе даже вот сколько бы ты там не готов был заплатить, условно говоря, тебе вот физически не могут подключить. Ну, вот нет, нет мощностей. Что делать в такой ситуации? Естественно, люди, люди, бизнес, да, ставят собственную генерацию, либо, ну, в основном это традиционная генерация, хотя есть и примеры уже использования возобновляемых источников энергии. То есть вот эти факторы тоже способствуют развитию и энергосбережения, и ВИА. Комфорт. Особенно на примере энергоэффективного дома мы с вами посмотрим, как ВИА, как энергосбережение может повлиять на комфорт. Действительно так иногда оказывается удобней использовать какой-то возобновляемый источник энергии для собственной жизни. Ну, вот такой еще пример приведу. В 89-м году, когда я еще учился в школе, вернее, недавно, как стал учиться в школе, у нас одной девочке папа привез из, наверное, из Америки, не знаю откуда, кепку, бейсболку, в которой на крыше бейсболки были солнечные батареи, а в козырьке вентилятор. Если честно, я ни разу не видел потом такую бейсболку в своей жизни, но чем сильнее светит солнце, тем сильнее дует вентилятор тебе в лицо. Вот вам пример использования VIA для улучшения своего комфорта. Так, следующий фактор технологический. Ну, появляется новое оборудование, более современное, и производители, естественно, начинают его продвигать, вот как бы тем самым мы тоже можем экономить. Ну, это оргтехника класса А, вот сейчас там А+, по-моему, А++ уже есть. Все это тоже способствует энергосбережению. Политически очень такой важный фактор для использования энергосберегающих технологий и VIA в нашей стране. Многие чиновники, губернаторы и так далее хотят выделиться, и вот ради таких идей, ну, может быть, они еще какими-то принципами руководствуются, я не знаю, но они вот вводят какие-то объекты на VIA или какие-то энергосберегающие решения проводят. Ну, вот очень популярно в нашей стране почему-то, во всяком случае, по запросам, это какая-нибудь автобусная установка с солнечными батареями, где там у вас вот подсвечивается этот щит автобусной установки, и свет, это все вот от солнечных батарей аккумуляторов. Стоит неимоверно дорого, но или там рекламные щиты, которые вот тоже, фонари, которые их освещают, они это все работают от солнечных батарей. Тоже очень популярные такие вещи. Мне кажется, что они больше политические. Ну, такие, вот типичный пример, это Белгородская область, где построена солнечная электростанция, ветропарк, биогазовые установки. Зато считается наша самая продвинутая область по использованию возобновляемых источников энергии. Там, конечно, больше сыграл политический фактор. Все теперь знают губернатора местного. Вот. Значит, экологически, разумеется, тоже этот фактор имеет значение, особенно в развитых странах. У нас, может быть, в меньшей степени. То есть, есть смысл использовать возобновляемые источники энергии, если они в тех местах, где уже настолько сильно загрязнение. Вот в Китае, например. Настолько уже там они здесь все загадили. Кто был в Пекине, в Шанхае, те видели. Особенно в Пекине, да? Что там дышать вообще нечем. Вот там очень активно развивается использование солнечной энергетики. Подсветка вся на солнечной энергетике. Ну, много чего. Солнечные коллекторы. Потому что уже настолько там острая стоит экологическая ситуация с угольными этими электростанциями, что вот уже некуда деваться. Действительно некуда деваться. Образовательные. В том числе, почему бы и нет. Есть центры энергосбережения у нас строятся по всей стране. Ну, или не строятся, а там, скажем так, организуются. И в которых работают какие-то, может быть, небольшие установки, которые реально тоже энергосберегают что-то. Культурологические факторы. Ну, это я вам уже коротко рассказал. Например, те же самые американские примеры. Можно еще другие какие-нибудь примеры выдумать. Например, вот тоже те, кто из вас, кто были в Турции, в Анталии, уж точно обратили внимание на то, что на всех крышах, не побоюсь этого слова, там установлены солнечные коллекторы, которые вырабатывают горячую воду для зданий. То есть, в силу того, что там солнце светит 300 дней в году, то почему бы и нет, почему бы там не использовать вот эти системы, для того, чтобы не жечь газ, топливо и так далее, чтобы греть воду. Основные рыночные ниши использования энергоэффективных технологий то же самое относится к ВИА. Ну, во-первых, это программа по энергоэффективности на уровне государства. Ну, про уровень государства о таких я не слышал. Единственное, что у нас есть в законе прописана вот эта цифра, 4,5% на ВИА в 2020 году, которую, по слухам, хотят перекорректировать в чуть меньшую. Там процента 3, причем основная масса за этих 3% это будет гидроэнергетика, приливная и что-то там еще. А солнце и ветер и биогаз займут, ну, дай бог, процент. В общем, есть у нас одна статейка на эту тему, можете почитать, я ссылку могу дать. Энергосберегающие программы на уровне отрасли какой-либо. Ну, могут быть такие действительно программы, например, Росатом, да, вот разрабатывают собственную программу по внедрению энергосберегающих технологий в атомной энергетике. Еще там могут быть другие примеры, металлурги тоже активно используют. Ну, действительно, если оптимизировать процессы вот в этих, в особенно энергоемких видах промышленности, как то, например, алюминиевая металлургия, где там огромное потребление электроэнергии, то за счет достаточно простых мероприятий можно сэкономить 20-30%. Представляете, что такое 20-30%, когда вы платите там несколько миллиардов рублей, даже пускай, за электроэнергию в год. То есть существенные, можно снизить свои издержки. Энергоэффективные программы на уровне муниципалитета или фирмы, это более, или там города, да, это более активная вещь в нашей стране, да, действительно, они разрабатываются. Я уже упоминал программы по энергоэффективности города Москвы. Есть еще ряд таких программ по субъектам, по регионам, но большинство из них написаны не очень профессионально. Некоторые написаны профессионально, некоторые не очень. И, как я уже говорил, круг мероприятий достаточно узок, а системный подход, системность всех этих действий тоже иногда вызывает вопросы. Энергоэффективные программы и мероприятия на уровне ЖСК. Вот это ваш любимый пример с подъездом. Да, у нас, хотя я видел подъезды действительно классные, но это скорее исключение из правил. Когда, вот скажем, действительно многоэтажки, да, там 17 этажей, например, дом, и смотришь ночью, когда идешь везде в лифтовом холле, и на лестницах горит свет. Он горит 24 часа в сутки, 365 дней в году. На лестницах, ну, может быть, почаще бывает, но в ночное время никто там не бывает на лестницах, да, и… а это все равно горит и днем, и ночью. То есть, вот если мы здесь поставим даже меньшей мощности лампы, скажем так, не будем заморачиваться на более сложную систему там демирования, датчики движения и так далее, то мы можем уже сэкономить там колоссальное число денег вот на этих всех вещах. Да, многие ЖСК так и поступают, но это только пока отдельные примеры. Можно утеплять подъезд, утеплить подъезд, например, тоже действительно там окна поменять в подъезде. Это тоже как одно из мероприятий по энергосбережению. Вот когда мы с вами все эти мероприятия проведем, тогда будет смысл говорить о том, чтобы поставить солнечную батарею на балконе. А вот пока мы не проведем энергосберегающие мероприятия, я бы не ставил солнечную батарею на балконе. Энергоэффективное решение на уровне офиса, квартиры. Ну вот в некоторых офисах бывают запросы, вот как нам тут сэкономить, поставить. Как правило, это заканчивается тем, что ты озвучиваешь цену, и все решают платить, как платили до этого. Почему так происходит? Еще один такой наш менталитетный такой черта. Мы, ну, видимо, у нас ситуация такая в стране, мы живем сегодняшним днем. Мы, в принципе, не задумываемся, что будет через два года, через три. Ну, может быть, мы уже жить не будем через два-три года. А энергосберегающие мероприятия и ВИА – вещь недешевая. Если ее рассчитать только на год вперед, то это будет очень дорого. А если прикинуть на срок жизни какого-то энергосберегающего продукта, что это 10 лет, то, в принципе, получается дешево, и мы экономим. Но еще учитывая, что обычные энергоресурсы у нас будут расти в цене. Но никто не смотрит на завтра, большинство абсолютно живет сегодня. И поэтому, когда человек анализирует цену, которую мы озвучили, в принципе, он решает, как было, так пусть и остается. Ну и плюс я еще хочу подчеркнуть, что также многие рассчитывают на авось. То есть, ну, со мной никогда не произойдет, у меня там электричество не отключат, блокаута не будет. Вот, когда прошел ледяной дождь год назад в Москве, вал был тоже звонков на то, чтобы поставить системы, как они называются-то, ну, в общем, такие системы, сейчас объясню, которые позволяют вам, системы резервирования, которые позволяют вам жить какое-то время, когда у вас все источники энергии отключены. Вот, что такое современный коттедж в Подмосковье? Ну, это, как правило, коттедж, который подключен к газовой сети, к электроэнергии. Вот прошел ледяной дождь, у вас оборвались провода, а, например, дома никого не оказалось. Часто же такое бывает. Значит, что происходит дальше? Современные газовые котлы, им нужна небольшая подпитка от электроэнергии. Ну, небольшая, совсем небольшая. Там столько же, сколько фонарик в мобильнике ест. Но нужна. В силу того, что электроэнергии нет вообще, газовый котел отключается. Дальше происходит разморозка дома, потому что многие коттеджи в них живут только на выходных. И дальше люди приезжают в выходные и обнаруживают у себя лед везде там на полу. Ремонт загублен. На миллионы долларов пропали. Этого бы не произошло, если бы стояла в каждом доме простая система резервирования, которая стоит, цена ее начинается от 15-20 тысяч рублей. То есть ставится маленький солнечный модуль, маленький аккумулятор и так далее. И вот в момент, когда у вас выключается все, этого может никогда не произойти, а может и произойти. Этот ваш модуль будет питать, вот этот минимальный ток давать, ну, столько времени, сколько у вас нет дома. Два дня у вас нет, значит, два дня, два месяца, значит, два месяца. Вот, ну, скупой платит дважды, да, то есть, конечно, можно сэкономить на этих 15-20 тысяч рублей и не поставить. Ну, а можно потом попасть вот на такой ремонт на несколько миллионов. Простые решения, казалось бы, но о них даже, если люди знают, они почему-то скупятся на это. То есть, как правило, не скупятся на золотой унитаз, а на это скупятся. Вот такая штука. И еще тоже, вот пока помню, расскажу. Любимый вопрос наших клиентов, ну, вот, например, он хочет себе солнечную батарею поставить. А как быстро это окупится, он говорит. А как быстро окупится моя солнечная батарея? Вот примерно такой же вопрос можно задать, когда вы купили машину, я спрошу, а как быстро окупится вашим BMW? Ну, вопрос не очень корректный, да. Что значит окупиться? Она не может вообще никогда не окупиться. Смотря для чего вы ее купили. И, как бы, если вы покупаете в собственное пользование, то это не окупается. Ваш дом не окупается, вы его себе купили, он, или квартира, она не окупается. Можно, конечно, ее купить, наверное, если будете сдавать в наем. Но если вы сами в ней живете, то она не сильно там окупается. То же самое с солнечной батареей. Если у вас коммерческий проект, если вы собираетесь продавать эту электроэнергию все эти или кому-то потребителю, да, можно говорить о сроках окупаемости. Если вы покупаете для себя, то это некорректно говорить о сроках окупаемости. Вы себя предохраняете, скажем так, да, или опять-таки комфорт себе создаете в том плане, что вот вы сидите с ноутбуком работаете, у вас бац, провода оборвались где-нибудь. Или кто-нибудь вам рубильник выключил, а вы даже этого не заметили, потому что у вас стояла система резервирования, и вы продолжаете дальше работать, как ни в чем не бывало. Вот таких нюансов очень много и в альтернативной энергетике, и в энергосбережении. Понятно, что в них трудно вникнуть, но вот старайтесь понять, что вещи эти, они немножко из другой категории, как все то, к чему вы привыкли. Это немножко другой мир, с немножко другими понятиями и немножко другим мышлением. Поэтому бывает такое недопонимание между теми, кто предлагает эти изделия или эти системы, и заказчиками, кто это покупает. То есть если вы хотите себе такое купить или это развивать, то вам надо немножко что-то поменять в себе в том числе. Энергоэффективность на уровне бытовой техники мы с вами разобрали, я вам уже говорил о технике класса А. Энергоэффективное поведение, ну тоже вот в двух словах мы это уже озвучили. То есть тот, кто, ну скажем, не то что не умеет, а не хочет себя, ну как бы вот у него нет такой цели действительно что-то поэкономить, действительно более рачительно использовать ресурсы. Сколько бы он оборудования себе энергосберегающего не поставил или ВИА, все будет впустую. Действительно так, потому что модель поведения должна измениться, вы действительно должны захотеть, чтобы что-то сэкономить. Можно поставить себе супер там какие-нибудь, утеплить свой дом, все у вас там тепловыми насосами обвешать, но при этом открыть окно настежь. И у вас ничего не получится, да? Вот примерно из-за этой же оперы. Ну, этапы реализации энергосберегающих мероприятий это стандартно. Вот то, о чем сейчас говорит наше законодательство и то, что в принципе начало делаться, это энергоаудит, то, с чего все начинается. Что такое энергоаудит? Надо вообще понять, например, если это существующее здание или промышленный объект, а сколько оно вообще потребляет энергии? Как оно потребляет? Где? Где оно много потребляет? Где оно мало потребляет? Вот как раз анализ ситуации, это вот мы с вами анализируем данные энергоаудита и, исходя из этих данных, выбираем решение. Тут тоже часто просят выбрать решение, не предоставляя каких-то исходных данных. Каждый проект по энергосбережению, каждый проект по ВИА, он индивидуален. Вот в традиционных вещах, в принципе, есть какие-то такие стандартные вещи, да? Ну вот, там, вы можете купить бензогенератор на 5 киловатт, воткнуть, и вот он у вас будет потреблять всегда 5 киловатт, и вы будете знать, что у вас они есть. В области ВИА и энергосбережения не всегда это так. В каждой отдельной ситуации может быть все по-разному. Вот у одного, вот может быть даже два одинаковых дома у людей, да? Ну, у одного дом стоит там под деревом, а у другого в поле. У одного дом стоит в Подмосковье, у другого в Краснодарском крае. Одна семья каждый день, каждый член семьи принимает ванну с горячей водой по часу, а вторая семья раз в неделю моется в душе в холодной воде. И потребление энергии будет в десятки раз различаться. А раз потребление энергии в десятки раз различается, значит и мощность системы НАВИА или там энергосберегающих каких-то решений будет совершенно разная. Казалось бы, для одних и тех же условий. Вот это, мне кажется, очень простая истина, но ее почему-то очень мало кто хочет понять. Соответственно, в силу того, что будет различаться мощность под каждую систему, соответственно, будет различаться и стоимость. То есть первый вопрос, да, вот всегда спросим, а сколько мне это будет стоить? А я не знаю ваша ситуация, что у вас там есть вообще? Вот где вы хотите ветропарк? Вот часто бывает, вот мы, там, компания, мы производим одноразовые стаканчики, нам нужен ветряк. Вот сколько он будет стоить нам? Такой типичный вопрос. Ну, вы понимаете, да, вот что просто так мы на него не ответим, сколько он будет стоить. Начинать надо. Давайте заполним опросный лист. Сколько вы потребляете энергии? В день, в месяц, в неделю? Где вы вообще находитесь? А подключены вы к сетям, не подключены? Ну, и там, и так далее, и так далее. Там много-много вопросов возникает. В общем, вот как раз анализ ситуации, выбор решения, это вот очень важная такая фаза. Дальше внедрение. Ну, как бы кажется, попроще, но с другой стороны, если говорить про нашу страну, не так много специалистов, которые смогут действительно качественно и нормально вам что-то установить, поставить. Огромное число примеров неудачных установок ветряков, солнечных батарей, там, тепловых насосов и так далее, и так далее. Либо проектировщики ошибались, либо монтажники своими кривыми ручками не то прикрутили что-нибудь. В общем, тоже такой достаточно тяжелый этап получается. Если мы вот после этого с вами сделаем такой маленький промежуточный вывод, то и получится, что отрасль ВИА и энергосбережения плохо себя зарекомендовала в нашей стране. Многие, пройдя вот эти три этапа, им что-нибудь не то там насчитали, сделали, посоветовали, отворачиваются от нее, потому что неправильно там что-нибудь сделали, не работает. И, естественно, вера человека в ВИА, в высокие технологии, в устойчивое развитие, она вот на этом этапе испаряется очень быстро. Поэтому из ста запросов до стадии внедрения доходит, дай бог, пять, а до стадии бонусов доходит, дай бог, один. Ну, бонусы, естественно, это то, что вот вы внедрили, у вас все работает, и вы радуетесь жизни. На западе этот процент, который я вам озвучил, он повыше. Там действительно, там как бы большинство, наверное, можно так смело сказать, поверили в эти технологии. У нас, к сожалению, мечтателей много, а дальше этот убывает очень сильно. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, что те вещи, про которые вам читали здесь, как ВИА, так и энергосбережения, это реальные вещи. Они существуют. Это не Марс, на котором никто еще не был, и реально никто не знает, что же там такое-то на Марсе. Или Луна, потому что непонятно еще. Эти вещи есть, они работают, работают удачно. Много очень удачных примеров. Действительно работают. Но, чтобы они работали удачно, должно очень много факторов совпасть и как бы в кучу в одну прийти. Вот здесь будьте очень внимательны. То есть это отрасль действительно сложная. Она сложная, и она другая от всего того, что сейчас существует. Может быть, как бы мы немножко пока не можем до нее дорасти все вместе. А может быть, что-то почему-то не получается у нас с этой отраслью в нашей стране пока. Может быть, какая-то более волевая поддержка нужна сверху. Непонятно что. Ну, комплекс факторов. В том числе там банки. Банки, например, совершенно у нас не понимают. Вот они действительно не понимают тему ВИА. Они привыкли работать по традиционной модели, да, там вот эти окупаемости. Все, они смотрят очень четко, очень формально. Им никогда не объяснишь каких-то нюансов ВИА. Может быть, мы не готовы для того, чтобы объяснить банкам. В общем, надеюсь, что вы подготовитесь. Какие, значит, результаты от использования энергоэффективных технологий могут быть? Это экономическая выгода. Если все сделано правильно, вы действительно будете экономить. Абсолютно точно. Вы действительно будете меньше платить за электроэнергию, меньше платить за отопление. У вас никогда не разморозится дом. То есть, это все можно выгадать. Политическая выгода. Опять-таки, можно заработать политические очки. Можно выиграть на выборах, если вы используете энергосберегающие решения. Ну, и грамотно их пиарить, естественно. Уж что-что, а пиарить в нашей стране умеют. Экологическая выгода. То же самое. То есть, когда Западная Европа переходила на энергосберегающие технологии, ну, это, скажем, 80-е годы, 90-е, настолько сильно и значительно улучшилась экологическая ситуация в Европе, что просто можно аплодировать. Ну, вы, наверное, знаете, да, что в Рейне, в Германии отсутствовала рыба, да, там, 70-е, 80-е. В городе Кливленд, штат Агайя, США, горела река Каяхога в 71-м или 70-м году. Река горела. Вдумайтесь в это. То есть, такая была жесткая ситуация с экологией там. Сейчас, если вы были в Апанной Европе или в Штатах, вы видели, что совершенно этого нет. Экологическая выгода. У нас, главным людям нашей страны, говорят о том, что очень много червяков и птичек погибает от ветряков. Ну, это вам, наверное, уже тоже на этих лекциях говорили. Во-первых, это никто не доказал ни разу. Во-вторых, по-моему, есть статистика по погибшим птицам. За 2009 год в Германии три птицы, по-моему, погибло от ветряков. Вот. И если вы видели ветряки, то тоже, наверное, обращали внимание в Европе, что в 100 метрах от ветряков, как правило, дом какой-нибудь стоит, люди живут. Да, конечно, там существует какая-то вибрация, электромагнитное излучение, но это настолько на локальном уровне раз, а во-вторых, в принципе, никакого влияния это не оказывает ни на кого. Тут можно оговориться, да, в процессе производства фотоэлектрических модулей там действительно серьезные технологии, типа трихлорсилана, то есть такая жесткая химия, и здесь можно навредить природе. Но, как правило, производство, они же куда-то выносятся, да, ну, в одном месте мы гадим, зато в других местах мы улучшим ситуацию, да. Чем-то все равно приходится жертвовать. Ну, в целом, вот в целом, если говорить, конечно, скажем так, энергетика на основе ВИА, ну, и уж про энергосбережение я вообще молчу, и какая-нибудь угольная энергетика рядом не стоят по степени воздействия на окружающую среду. Вот эти отвалы, значит, то, что уголь когда сожгли, да, зола, там все, что угодно может быть, там и радиоактивные вещи, и какие угодно, и взвешенные частицы, да. Да, газ может быть чуть получше, но тоже не сахар, да. Удобство и комфорт. В принципе, удобно использовать энергосберегающие штуки, да. Тем более, это, как правило, современные вещи, там мультимедиа, умный дом, всем же приятно, наверное, посмотреть, что это такое. Ну, и там хлопнул в ладоши, у тебя жалюзи открылись, свет включился, и ты живешь счастливо. И еще и в этот момент подружке набирается или другу телефон. Вот, в принципе, такие вещи тоже уже есть. Тоже это, как бы, на основе, можно так сказать, энергосберегающих решений. Ну, и самоудовлетворение. Вот, честно вам скажу, всех клиентов, кого мы видели, кому что-то поставили, это самые счастливые люди на Земле. Я был на одной даче в Подмосковье, недалеко от Москвы, даче генерала. У него все есть там, у него есть и газ, электроэнергия, все есть. Но у него есть и все, что касается всех ВИА и энергосбережения. Там у него и солнечные батареи стоят, все ими завешено. И солнечный коллектор, и у него дизель-генератор на такой мощности, что он всю деревню там может еще обеспечить. То есть человек подготовился на случай ядерной войны. Если у него что-то выключится, он даже на основе Солнца проживет своего. И самый счастливый человек на Земле, не знаю уж по какому. Но когда он об этом рассказывал, о системах именно ВИА и энергосберегающих штучках, он именно в этот момент был счастлив. Так что я думаю, что, наверное, именно поэтому он счастлив. Ну вот, надеюсь, когда вы поставите себе солнечную батарею на даче, тоже будете счастливы. Лишь бы ее не сперли. Кстати, солнечные батареи разные бывают, вам, наверное, читали, да? То есть есть солнечные батареи, которые в пасмурную погоду нормально работают, есть и в прямом Солнце. То есть тоже надо в зависимости от этого подбирать нужную. Так, одну презентацию мы с вами разобрали. Сейчас коротко тогда расскажу. У нас еще есть, да, чуть-чуть времени? 20 минут, да? Коротко расскажу тогда о нулевом доме, об энергосберегающем доме, энергоэффективном доме, пассивном доме. Разные есть названия у таких домов. Что это вообще в принципе такое? Ну, как бы всем желаю, чтобы у каждого из вас был такой дом. Чтобы вы в таком доме пожили. Во всяком случае, я мечтаю о таком. Я видел, ну, действительно такие дома в Германии. Ну, говорят, что такие есть дома в России. Сейчас очень много, как я говорил, пиара на эту тему. Кто-то считает, что вот он поставил пластиковые окна в доме, и он у него уже стал нулевым. Вот. Ну, сейчас попробую, да, рассказать. Значит, про экономический кризис мы с вами, наверное, на других лекциях с вами говорили, да, почему у нас так тема-то эта вся ускорилась в стране. Ну, потому что реально дефицит газа, при всем том, что у нас газа полно, коротко расскажу, газа дешевого мало. Да, дорогой газ есть, который стоит, как в Европе сейчас, розничная цена. И газ есть в недоступных местах, типа Ямала. Вот вы сегодня начнете в Ямал вкладывать миллиарды долларов, то через 10 лет вы получите оттуда газ. А три наших кита мощнейших, это там Уренгойская, Медвежья, Заполярная и так далее, да, месторождения, они, Ямбург, они в фазе падающей добычи. И, соответственно, будет такая вот, ну, вернее, он уже складывается, дефицит. У меня, во всяком случае, последние три ночи дома ночью отключали батареи. Я обратил на это внимание. Вот, вот, примерно по такому же, как бы, пути, наверное, будут идти постепенно. Тогда Москву, конечно, в последнюю очередь отключат, но будут отключать по чуть-чуть, и цены будут расти. Соответственно, все это ускоряет рост. Ну, как бы, люди смотрят более активно в сторону энергосбережений, чтобы поэкономить чуть-чуть, и в сторону использования возобновляемых источников энергии. Значит, какие тут решения, да, тоже могут быть? Децентрализация и автономизация энергетики. Этот процесс действительно идет очень активно, в том числе в промышленности. Но пока он идет больше на традиционных источниках энергии, ну, например, какой-нибудь там магнитогорский металлургический комбинат ставит собственную генерацию. Уж не помню, на чем она у него там, на угле или на газе, но вот собственная, да, то есть он не зависит уже ни от кого. Он сам покупает уголь там или газ, вот, и он экономит. Но будет и по автономной энергетике то же самое. Постепенно развиваются все равно удаленные хозяйства, там хуторы всякие, базы отдыха, и они используют возобновляемые источники энергии или какие-то системы по энергосбережению. Приведу пример. Знаю не понаслышке, а об одном проекте под Астраханью, там вот есть гостиница в Дельте, Волге, и там используется, не знали люди, как ее отопить, чем топить зимой, да, и сделали тепловой насос. Электроэнергия была, тепловой насос поставили, но за счет тепловых насосов они ее отапливают. Две зимы уже прожили, и все довольны. То есть я говорю, такие примеры есть. Их становится постепенно, постепенно чуть больше. Развитие энергетики на основе ВИА. Вот, например, мы писали программу по развитию возобновляемых источников энергии в ТУВЕ. Там есть большая проблема, есть вот эти чабанские стоянки, чабаны, большая часть ТУВЫ, она вообще никак не охвачена сетями. Вообще там каменный век, действительно. А людям жить как-то надо. Вот с помощью таких автономных солнечных энергосистем, в принципе, можно эту проблему решать, они не очень дорогие даже получаются. Энергосбережение и экономное использование энергии. Ну, это то, что мы с вами целый час уже разбираем. Теперь, последствия энергетического кризиса всем, наверное, известны. Такие страшилки вам небольшие. Рост цен на электроэнергию и тепло на все. Готовьтесь. До европейского уровня мы уже почти доросли. По большинству показателей. То ли еще будет. Хуже, ладно, рост цен. Рост цен, в принципе, можно пережить. А вот перебои в поставках электроэнергии и тепла и физические ограничения, это уже пострашнее. Вот представьте, мороз на улице 30 градусов, а у вас, не у вас, а у соседа дома отключают отопление. Вообще страшно. Вот подумайте над этим. Вот что делать, да? Такое, кстати, уже частично было в Москве в 2005-2006 году зимой, когда стояли морозы недели три. И вот тогда первый раз поняли, что кончается газ. Ну, вы знаете, да, система какая в нашей стране? По газам немножко вернусь. То есть, что все лето, всю весну, лето, осень Газпром накапливает газ в подземных хранилищах, ну, там, в ряде субъектов. А зимой эти хранилища активно опустошают. Ну, плюс текущая добыча. И вот если морозная зима, то к концу зимы этих хранилищ, они пустые становятся. Вот как раз в 2005-2006 году было примерно так. Что нас спасло? Спас кризис 2008-2009 года. Вначале у нас потребление упало, потом в Европе. Ну, как бы немножко мы отсрачиваем себе. Отодвигаем, отодвигаем, хорошо, отодвигаем границу такого коллапса. Но она когда-нибудь наступит, действительно так. Вот, поэтому готовьтесь к этому. Не знаю как, но готовьтесь. Рост стоимости подключения, жесткие лимиты на подключение. Это уже сегодня есть. Подключить 1 киловатт в Москве, это очень дорого. Особенно в центре. Ну, и даже в регионах это уже становится дорого. Именно в том числе из-за того, что, в принципе, не хватает мощностей. Не то, что там кто-то хочет заработать. Это, наверное, тоже есть. Но и вот по таким объективным причинам. Ну, и все, что выливается от того, что мы перечислили, это и проблема с водоснабжением, канализацией. То есть, если у вас электричества не будет, то это все тоже не будет. Так что будем жить как в Средневековье. Поэтому либо Краснодарский край остается. Курорты Краснодарского края. Пора лететь на юг. Либо что-то еще надо придумывать. Либо строить у себя на участке дом. Ограждать его заводом, забором вернее. И никого не пускать. Ну, вот концепция нулевого дома. Ну, это такие общие слова. Давайте перейдем. Что такое нулевой дом? Это комплекс решений. Помните, мы с вами говорили о синергетическом эффекте энергосберегающих решений? Это комплекс решений. Архитектурных, конструктивных, инженерных, умных систем и, возможно, источников на ВИА. То есть вот когда мы все вместе это в один дом все это сделаем, между собой вяжем, вот тогда мы можем получить действительно нулевой дом, в который вы пришли зимой, в минус 10 надышали коллективом, так вот до 20 градусов надышали там в нем температуру. Ушли, все выключили вообще, все, отопление выключили, все выключили, ну, правда, все закрыли. И пришли через день, а у вас там 18 градусов, не 20, а 18. У меня дома, когда ночью батареи выключали, вот эти последние три ночи, ну, выключали где-то в 12, а выключали в 5. У меня температура в комнате падала градусов на 3 на 4, при том, что мы в этой комнате еще и спим. Да, то есть вот можете прикинуть, какие у нас энергосберегающие дома. В таком доме действительно все это держится. Ну, кто-то может сказать, что чем там дышать, да, он настолько герметичный, что там дышать нечем. В принципе, продумываются эти системы вентиляции, то есть ее даже можно не заметить, то есть вентиляция, да, она не шумит, ничего, а у вас воздухообмен, каждый час у вас меняется полностью воздух в помещении на свежий. Потом, значит, так, мы с вами лучше в таком режиме посмотрим. С чего начать, да, чтобы построить нулевой дом? Ну, во-первых, конечно, надо проект нормальный сделать. Вам тысяча организаций сразу скажут, что мы вам сделаем нормальный проект энергосберегающего дома, все у вас будет там классно. Вот это тоже проблема в нашей стране, потому что, как вот понять, да, кто сделает, а кто не сделает, это нормальный проект. Ну, в принципе, надо начать с того, чтобы на дом утеплить нормально. Причем утеплить, ну, есть такое понятие, там, мостики холода всякие, да, то есть когда вот, ну, вот у вас где стена с полом со стыки, стык идет, надо, чтобы утеплитель плотно прилегал, да, чтобы не было никаких там челей нигде, да. Если вы, например, пенополистирольными этими плитами делаете, вот сейчас у нас программа в Москве идет, эти девятиэтажки утепляют, вот, там тоже между ними щели, все это задувает. Ну, конечно, оно немножко там утепляется, но не так сильно. Вот, поэтому лучше утеплители использовать, которые весь объем занимают, полностью все проникает. Ну, например, типа там эковаты какой-нибудь, полностью контур, да, создают. Вот, потом оптимизация энергопотребления. Ну, и вот энергоаудит надо провести, да, и понять, как вы вообще потребляете электричество, да. Можно, ну, традиционно у нас выделяется на квартиру 12 или 14 киловатт, чего, в принципе, хватает на то, чтобы там утюг работал одновременно, стиральная машинка там и так далее. И по той же категории у нас владельцы коттеджев меряют, да, ну, вот есть там понятие, что, например, на 10 квадратных метров киловатт должен быть. Вот, если у вас дом 300, тебе сразу говорят, ему надо 30 киловатт энергии. А ему не нужно 30 киловатт, действительно не нужно. Даже если он все одновременно включит, у него там будет, может быть, 20 киловатт. Ну, все он так включает два раза в год. А реально ему нужно даже не 20, а 10 киловатт. Вот представляете, подключать на ВИА ему 30 киловатт, который он изначально просил, или 10 киловатт, вот тоже вопрос, да. Когда, например, каждый киловатт солнечной электростанции, там, при, так, средняя такая цена, ну, очень грубо, например, 200 тысяч рублей за киловатт. Либо он за 2 миллиона себе делает систему на солнечных батарях, либо за еще на 3, либо за 6. Да, разница большая. Но ему не нужно, но он упертый, он точно знает, что он прав. И он говорит мне за 6, но не хочет, естественно, платить за 6. Когда он услышит слово 6 миллионов, он скажет, идите вы нафиг. Вот, то есть надо с клиентом работать и объяснять, что не нужно ему так много. Особенно если он в энергоэффективном доме, вот если такое будет на 300 метров, то там будет нужно ему вообще 3 киловатта или 4, еще меньше, да. Это я говорю электрически, но электрически они примерно одинаковые. Есть тепловые киловатты, ну, как бы считается, что, по-моему, да, то ли на 10, то ли на 20 метров 1 киловатт нужен. Сейчас мы с вами прикинем. На 20 квадратных метров нужен тепловой киловатт, по-моему, так. Если у вас дом 200 метров, вам нужно 10 киловатт тепла, чтобы обогреть этот дом. Ну, в подмосковных условиях. Вот если у вас дом энергоэффективный, вам нужно будет не 10 этих киловатт, хотя, мне кажется, ошибаюсь, даже, наверное, 200 метровый 20 киловатт надо, все-таки на 10 квадратных метров. Вот смотрите, еще раз подытожим. У вас дом 200 квадратных метров. Вам при прочих разных условиях на обычный дом нужно 20 киловатт тепловых, чтобы его отопить зимой. Как правило, у нас топят чем? Ну, вот если газа нет, электроэнергии. Представляете, что такое 20 киловатт электроэнергии топить? Я знаю дома в Подмосковье, которые за электроэнергию зимой платят по 60 тысяч рублей в месяц. Вот можете себе представить, да? Потому что они топят электроэнергии. И дома не энергоэффективные, не утепленные. Есть примеры на Дмитровском шоссе, ну, таких относительно энергоэффективных домов, когда 200-метровый коттедж отапливает котел мощностью 4 киловатта. Не 20, а 4, в 5 раз меньше. Там обычный электрокотел. И более того, он работает не все время, как в большинстве. То есть у вас, если, например, все 24 часа в сутки все это дело работает, можете представить, сколько вы употребляете. И это небезопасно с точки зрения пожарной безопасности, да? А этот котел работает ночью. Он нагрел дом до 22-23 градусов. Утром люди встают, уезжают на работу. Ну, выключают, уезжают на работу, приезжает, дом где-то вечером 18 градусов. То есть за день падает где-то градусов на 5. И включает снова этот котел. Вот пример, ну, такого приближенного к энергоэффективному дому. Хотя дом достаточно простой, с точки зрения каких-то строительных материалов, без изысков и, в принципе, доступный. Потому что по себестоимости строительства вот этот 200-метровый дом обошелся людям с учетом уже инженерных систем. Там миллиона два-два с половиной рублей. Вот. Вот. Как бы нормальные цены, да? Ну, в смысле, что можете сравнить с ценой там одна комната квартиры в Москве. Вот. Значит, выборы применения энергоэффективного решения. Посмотрим, какие энергоэффективные решения есть. Ну, по электроснабжению. Это такой наиболее острый вопрос. Теоретически можно построить нулевой такой вот энергоэффективный дом в чистом поле, где вообще нет ничего. Можно построить. Но много денег понадобится, чтобы его именно обеспечить энергией. Лучше, когда электроэнергия есть. Лучше, когда электроэнергия есть. Пусть ее будет немного, но она все-таки желательно должна быть. Значит, посмотрите сразу последний вот вывод. Ну, как раз вот по этой теме, да? Что мы, если используем ВИА, то основную часть энергопотребления мы за счет ВИА. А пики какие-то, когда у нас возникают, мы вот этой сети подтягиваем. Так можно действительно делать. Вот система бесперебойного питания и система резервирования. То, о чем я вам говорил, что если вот, чтобы дом не разморозился, да? Чтобы газовый котел там минимально всегда хотя бы работал, если есть газ. Даже если нет газа, то же самое все. Чтобы техника не сломалась. Да зачем вам нужно, чтобы у вас техника вся сломалась в доме от скачков напряжения. Качество электроэнергии в сетях очень плохое. Особенно в Подмосковье. В Москве еще там худо-бедно, но и то скачет. Вот эти вот все синусоиды и запросто может все сгореть. При наличии вот этих простейших систем это все выправляется. Гибридные системы, это когда, ну, у вас, например, солнышный модуль и бензогенератор. Например, да? Или там ветряк и бензогенератор. Когда есть ветер, у вас ветряк пашет. Нет ветра, у вас бензогенератор автоматически включается. Ветрогенераторы. В Подмосковье, ну, не очень их эффективно используют. Хотя люди используют кое-где можно. Солнечная батарея. Мини-гэс. Тема мини-гэс. Вам про нее читали, конечно, но мы столкнулись с тем, что как такового оборудования толком нет. И вообще тема сложная. И речки у нас в пользовании государства находятся. Вообще, как бы, желающих много поставить мини-гэс. А реально это сделать очень сложно. По всякого рода причин, и объективных, и субъективных. Ну, есть возможность, например, иногда там на ливневых канализациях, канализационных стоках хотят, да, поставить. Но оборудования как такового нет. То есть, на самом деле, есть проблемы с мини-гэс. Хотя тема очень интересная. И много самоделкиных в этой теме детков, которые предлагают решения там разные интересные. Но непонятно, работает это или нет. Пока им не заплатишь миллион, не поймешь, работает у него это или нет. Вот, поэтому, хотя тема интересная, и по ней действительно много запросов идет. Вот мы тут пишем, да, что использование источников электроснабжения на основе ВИА совместно с сетью наиболее рационально. Хотя можно и полностью, как я говорю, в поле сделать все только нам на солнце или на ветре. Но тогда вам нужно резервировать, много аккумуляторов ставить. Это очень сильно удорожает всю конструкцию. По теплоснабжению что может быть? Тепловой насос, не знаю, знаете вы это, что это такое или нет. По этой теме тоже очень много мифов и легенд существует, что такое тепловой насос. В общем, любят говорить люди, что это холодильник наоборот. Ну, наверное, что отчасти они правы. Ну, такая штука, которая работает на электричестве и вырабатывает тепло. Но если у вас обычный бойлер, вот котел, да, электрокотел, вы 1 кВт электроэнергии сожгли, и 1 кВт тепловой энергии получили, 1 к 1, ну, даже чуть меньше, там, 1 к 0,90, там, с какие-то, то тепловой насос вы 1 кВт электричества сожгли, а получили от 3 до 5 тепловых кВт. За счет чего? За счет того, что вы использовали тепло земли или воздуха, или воды. Ну, то есть не вечный двигатель, откуда-то вы эту энергию подтянули, но из каких-то внешних источников. Вот, это тепловой насос. Штука дорогая, но классная. В Швеции 70% отопления, в принципе, по всей стране в домохозяйствах – это тепловые насосы. Ну, в Европе активно тепловые насосы используются. У нас только начинают, хотя есть поселок Подмосковье, Первомайское, в районе аэропорта Внуково, который весь на тепловых насосах сделан. Именно потому, что в свое время им не удалось газ подключить. А потом, когда они уже все сделали, им газ уже предложили. Вот, ну, было уже поздно. Можете съездить посмотреть на экскурсию. Значит, потом отопительные котлы разные, самые разные. Ну, обычные, там, необычные. Вихревые термогенераторы здесь тоже много всяких. Как сказать-то, много подделок. Будьте осторожны с вихревыми термогенераторами. Штука классная. Там немножко другой принцип обогрева использован. Не как вот в бойлерах, в теновых котлах, когда у вас этот тен нагревается, и, соответственно, вокруг него все кипит. Да, ну, обычный принцип, как в электрочайниках. А проблемы в тене какие? Он зарастает накипью. Накипь образуется, как бы мы ни хотели, в воде соли содержится, да, у вас вода не дистиллированная. Накипь обрастает его, как шубой. КПД от этого снижается, то есть он греет эту шубу, потом только греет воду. И в итоге рано или поздно это приводит к чему? К пожару. Поэтому теновые вещи, ну, за ними надо действительно следить за бойлерами. Чистить их там, да. В вихревом термогенераторе это исключено. Там другой немножко принцип. Вот. Но, опять-таки, говорю, остерегайтесь подделок. Твердотопливные котлы. Тема очень интересная, особенно в Европе. Там бумно вот эти пилеты. Про пилеты вам что-нибудь читали? Ну, пилеты, знаете, что это такое, да? Это отходы деревообработки. Это такие спрессованные гранулы. Вот. Они очень эффективно горят, то есть они сгорают почти полностью. Дрова оставляют залу, да, они, ну, не очень эффективно горят. Они, в них влаги много, в любых дровах. А пилеты, они, КПД их горения очень высокие. Вот есть котлы, которые работают на пилетах. Вот у нас в стране проблема такая. Твердотопливные котлы продаются, а пилеты вы не купите. То есть если вы себе установите твердотопливный котел на даче или в доме, это как бы реально эффективная вещь. Эффективнее, чем печка, точно, абсолютно. Но будьте искать пилеты, где купить. Хотя у нас, сейчас отвечу, да, хотя у нас страна один из ведущих в мире производителей пилет. Да, пожалуйста. ДСП? Ну, ДСП это в мебели используется. Во-первых, там опилки плюс связующая. Фенолформандегидные смолы всякие, ну, или может быть другие. А в пилетах никаких смол нет, а там просто спрессованное дерево, условно говоря, высушенное в виде гранул. Вот, вот чем отличается. И ДСП мы не используем для того, чтобы сжигать. Ну, только если у нас в минус 30 отопление дома отключат. А тогда я уже реально думал о том, что придется сжечь мебель тогда. Как, если вы читали книжку «Незнайка на Луне», там господин Спруц сжег мебель. Почитайте, кстати, книжку «Незнайка на Луне», там очень хорошо описана наша политическая модель нынешняя. Ну, и вообще, как бы, жизнь современная описана очень классно. Реально, почитайте, а вот когда они на Луне тусуются. Книжка написана в 66, по-моему, году. Или в 67. Причем ее даже в нашем возрасте очень классно почитать. Там много, чтобы становится понятно. Ну, и прочие системы, да, по теплоснабжению. Ну, там, какие угодно, гибридные, там, и так далее. Есть всякие инфракрасные отопительные штуки, я им не очень доверяю. Мне кажется, что они кости греют только. Вот, как в саунах, вот их часто используют. Ну, кому-то нравится. Мне кажется, что это не очень хорошо. Но я могу ошибаться. Значит, все системы легко комбинируются друг с другом. То есть вы тепловой насос с солнечным коллектором можете соединить, например. Или бойлер с солнечным коллектором. А, солнечный коллектор я еще не рассказал. Солнечный коллектор, вот многие тоже путают. Есть солнечная батарея фотоэлектрическая. Это когда вы электроэнергию получаете. Когда у вас электрончики бегут. А есть солнечный коллектор. Когда вы ничего не получаете, никакую электроэнергию не получаете, вы получаете горячую воду. Ну, или что-то горячее. У вас там теплоноситель греется, и дальше он вам может горячую воду сделать. Либо для, как таковой горячей воды, горячей водоснабжения, либо для отопления. Вот что такое солнечный коллектор. Ну вот, как я говорил, в Анталии там все на солнечных коллекторах. И Краснодарский край тоже замечательное место для солнечных коллекторов. И даже Москва более-менее нормальное место. В принципе, при определенных условиях здесь можно тоже такие системы ставить. Ну, мощность системы тем меньше, чем меньше потери дома. Это к вопросу, вот как раз сколько у вас дом потребляет, да? 3 кВт или 4 кВт или 20 кВт. Соответственно, мощность у вас будет, солнечных коллекторов, 4 кВт или 20 кВт. Есть смысл утеплить дом. Вот к чему я это говорю. Ну вот, как бы, как выглядят в тепловизоре дома. Вот справа, это наша многоэтажка. Так вот может выглядеть. А слева нулевой дом. Видите, он весь синенький, только окошки немножко зелененькие. Ну, понимаете, да? Синенький, значит, не происходит никаких потерь. Значит, как бы, непосредственно энергосберегающее решение. Ну, если по вентиляции говорить, система рекуперации тепла, то есть вот зимой, например, я сказал, что в доме воздухообмен должен быть. Можно проветривать просто, да? Можно, когда у вас специальная система вентиляции. Вот у вас выходит теплый воздух, а входит холодный. Между ними разница, например, на улице у вас минус 20, а дома плюс 20, 40 градусов. Почему бы не использовать это тепло? Вот есть специальные теплообменники, где воздух меняется, обменивается теплом. Конечно, вы не нагреете воздух, входящий сразу до плюс 20. Но нагреете, например, до плюс 10 с минус 20, а это уже хорошо. То есть вы значительно сэкономили на том, чтобы подогреть в итоге этот воздух. Энергосберегающее освещение и электроприборы. Ну, это комплексная задача. Вот у нас она как бы однобокно понимается, как правило. А здесь тоже такая сложная, емкая тема. Там разные виды лампы, как они установлены, какие там виды отражателей, какие виды светильников. Как это там специальное оборудование, вот эти диммирования, не диммирование. В общем, там тоже целая наука, если все делается грамотно, то потом свет может влиять на настроение, на работоспособность. Какой свет, в какой там волне, как он у вас освещает рабочую поверхность. Все это очень важно, на самом деле, в теме энергосбережения и в теме здоровья. Ну и умные системы тоже, это поле большое для рассказа. Есть простейшие умные системы, те же системы, датчики движения, это тоже элемент умной системы. Есть мультимедиа, которая стоит миллионы долларов, может стоить на дом. То есть это абсолютно на разный кошелек, на разные потребности, на разные запросы. Умная система, которая позволяет и экономить, и какой-то свой комфорт увеличивать. Ну вот я видел лично, мы ехали с немцем в Германию, в электричке. Он с мобильника там отправил какие-то сообщения себе в умный дом, домой. И у него в одной комнате там, условно говоря, спальная, там что-то попрохладнее, игрался в 20 сделать, в гостиной игрался в 25, он там себе накручивал, да. Ванна начала наполняться, что-то такое. То есть это как бы с мобильника управлял. Вот. И мы приехали, действительно, все так и было. Так что, если хотите блеснуть перед кем-нибудь, может быть, себе такую же штуку организовать. И применение энергоэффективных решений и ВИА без энергосбережения нецелесообразно. Я вам уже говорил, да. То есть можно, конечно, сделать, но как бы зря выброшенные деньги будут. Какие выгоды для частника от использования энергосберегающей системы, от вообще строительства дома, да. Снижение коммунальных платежей, повышение качества дома комфорта, повышение капитализации дома. То есть такой дом дороже стоит. Я думаю, этот фактор будет все больше и больше влиять в рыночных отношениях. Вы такой дом дороже, скорее всего, продадите. Хотя не факт. В Сингапуре, знаете, там, что влияет очень сильно на цену квартиры? Причем даже в одном и том же доме. Вид из окна. Вот где-то классный вид из окна на море, а где-то там на трубу вид. Все. На цене квартиры сказывается моментально. Вот так и здесь. Наверное, когда-то будет сказываться. Возможность автономного проживания. То есть вы не зависите от коммунальщиков, от сетей, от нефтяников. Вообще ни от кого не зависите. Вы живете как хотите. И для вас электричество никогда не кончится. Кончится только, когда солнце перестанет светить. Ну, скорее всего, в ближайшие 50 лет оно все-таки не перестанет, наверное, светить. Или там в ближайшие 80 лет. Хорошо. Может, кто-то там досталят, хочется жить. Для крупных объектов экономия на подключении дополнительной мощности. Объясню, что это такое. Например, в Москве на Павелецкой площади, ну, где-то там, в районе Павелецкого вокзала, был построен бизнес-центр в 2007 году. Была проблема какая. Надо было… Ну, вот им давали лимит, сколько-то киловатт могли им подключить, а все остальное по каким-то заоблачным ценам, типа 140 тысяч рублей за киловатт. Значит, они решали, им нужно было поставить систему кондиционирования. Ну, бизнес-центр, да, там должно все охлаждаться хорошо. Значит, и, условно говоря, им нужно было лишних 100 киловатт под эту систему. Любая система кондиционирования проектируется так, что, значит, берется пик летний максимальный энергопотребления. То есть, когда, например, у вас неделю стоит 35 градусов, и вот под этот пик берется мощность системы кондиционирования. Такое бывает не каждое лето и не каждый раз по неделе. Да, то есть, такое бывает очень редко, ну, скажем так. Но, тем не менее, под это надо рассчитывать. Вот, и была предложена современная энергосберегающая система, которая, там, некая аккумуляция холода создавалась, и этот холод вбрасывался в эту неделю, условно говоря, но энергопотребление не потреблялось. И за счет этого они смогли уложиться в те рамки, которые у них были по электричеству. Вот они затратили на эту систему на 20% или, там, на 30% больше денег на энергосберегающие, чем с традиционной. Но выиграли на эксплуатации и выиграли на то, что не подключали эти дополнительные киловатты. И выиграли на фазе монтажа. То есть, еще даже она не функционировала, они уже выиграли в плане денег. Вот, как бы, такие вещи существуют. Вот, снижение первоначальных инвестиций в инфраструктуру, вот здесь как раз тоже отсюда пример. Повышение экологичности здания, инвестиций в будущее. Сейчас модно становится и в России присуждать зданиям, там, некие экологические стандарты. ЛИЦ, там, БРИМ, слышали, да, про такие, может быть. Вот, и, соответственно, тоже это сказывается на цене здания, на цене арендной платы, уровня арендной платы, да, то есть, чем более экологичное здание, тем дороже вы можете его сдавать. То есть, это тоже начинает оказывать влияние. Ну, повышение ликвидности здания, примерно, с той же опера. Если мы с вами используем энергосбережение EVIA, то тоже такие общие выводы, которые, в принципе, они, ну, такие достаточно понятные, на мой взгляд. Вот. У меня, в принципе, все. Если у вас есть вопросы, у меня тут есть микрофон, надо задавать в него. Меня попросили. Кто-нибудь жаждет вас? В чем разница активного дома и пассивного дома? Ну, активный там более, как я понимаю, в активном доме больше упор делается на умную систему. И она, как бы, подыгрывает, ну, там, смотрит. Например, солнышко вышло, жалюзи там опустило или припустило. То есть, вот такие фишки. А вот еще вопрос, проблема пилетами, но в чем сейчас? Почему нельзя их просто на заправке купить, как и дрова? Ну, все уходит на экспорт. Премиальный рынок европейский. Ну, может быть, это временное явление, но вот пока… И, скажем так, в силу того, что спрос в России совсем небольшой, то компании, которые производят или реализуют, им нет смысла развивать какую-то розничную сеть, там, заниматься, да, продвижением здесь на российском рынке, естественно, они, как бы, об этом, ну, как бы, они на это собивают и все в Европу вывозят. Вот когда будет какой-то маломальский спрос, наверное, будет развитие и здесь. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Такой вопрос. Допустим, я хочу построить… Ну, говорите, ладно, без микрофона, да. Я хочу, допустим, построить умный дом. У меня нет ни проекта, ничего. То есть я хочу обратиться, соответственно, в какую-то архитекторскую контору. Но до этого, я так понимаю, должен обратиться и в вашу компанию. Вот как вы сотрудничаете с архитекторским бюро? Есть ли вообще такое сотрудничество? Что у вас проявляется? Нет, не обязательно в нашу компанию. Ну, как правило, есть, скажем, действительно архитектурное бюро, которое проектирует пассивные дома, да, энергосберегающие. Просто вот эту часть по умным системам может выполняться как субподряд, да. То есть вы, обращаясь в архитектурное бюро, говорите, что мне нужна вот такая штука тоже. И, как правило, вот эти лаборатории, которые делают умные системы, ну, они бывают, что сотрудничают с архитектурным бюро. Ну, в нашем случае, например, это так, да. То есть отдельные люди выполняют в рамках этого всего проекта дома вот эту умную часть и вписываются, естественно, как бы в саму концепцию дома. То есть вы, по большей части, просто работаете на тем, как улучшить уже существующие? Нет, как раз лучше делать с нуля. Улучшить существующие – это сложнее всегда. Да, хотя можно, но это, во-первых, не всегда может быть оправданно экономически, но, как бы, если клиент хочет, лучше строить все с нуля, лучше на стадии проектирования закладывать вот эти все вещи. Вписать, например, в пятиэтажку, в нашу умную систему или что-то, да, это сложнее, согласитесь, чем с нуля построить какую-то современную пятиэтажку. Ну да, то есть, ну, я ответил на ваш вопрос, надеюсь, да? Да, пожалуйста, любые вопросы по ВИА, у вас последний шанс. Вот кто-то, может быть, что-то не понимал ВИА, спрашивайте, не стесняйтесь. Да. Постучите. Ага, все, говорите. У вас, у вашей фирмы есть проекты с использованием тепловых насосов? Ну, такие проекты были, в последнее время мы немножко отошли. От энергосберегающей тематики. В каких районах? Ну, в основном это было и Подмосковье, в Подмосковье тоже люди запрашивали, ну и южные регионы. То есть реализованные проекты были, да? Да, были проекты. И результаты какие-то есть? Ну, есть результаты. Вот, например, Астраханский проект. Положительные? Астраханский проект я вам приводил, пример, с гостиницей, да, там положительные результаты. А в Подмосковье результаты? Ну, их очень мало, но те, которые есть, положительные. Просто есть такие расчеты, которые показывают, что в нашей полосе тех трех-пяти, ну, коэффициент преобразования три не получается, даже одного не получается. Смотря по каким, о каких тепловых насосах идет речь. Если мы говорим о воздушных, то вы правы, потому что у нас холодные зимы и так далее. Если это грунтовый насос, ниже глубины промерзания, температура всегда одинаковая. И, в принципе, на качественных насосах шведских, там некоторых немецких, там получается и до пяти. А для грунтового нужна очень глубокая скважина до 250 метров? Не обязательно. Не обязательно. Бывает и так, как вы говорите, но, во-первых, грунтовые могут быть разные. Может быть горизонтальная укладка, может быть вертикальная. Может быть несколько скважин, может быть не одна скважина. Может быть, например, пять скважин по 50 метров. То есть там в зависимости от решения. Хотя проблемы могут возникать. Иногда возникают проблемы на изгибе. Вот где скважина заканчивается, там глубоко. Вот в этом изгибе промерзается все. Ну, как бы тут не все так просто. Проблемы есть. Да, проблемы есть. Но, например, в Первомайском были большие проблемы. Они дорабатывали свои тепловые эти насосы. И я знаю, что они у них в итоге заработали. То есть они там сделали так, что они работали. Но опыт они получили большой. И шишки свои в том себе набили. Но, тем не менее, запустили. Спасибо. Да, не за что. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а на уровне государства существует какая-то политическая программа о включении ВИА в наше время? И почему не используется опыт зарубежных стран? Потому что в Голландии и в Германии это ставится на первое место. И настолько продумана система, настолько продумана программа, что это действительно работает. Почему наше государство, если действительно ставится вопрос о том, что ресурсы, они заканчиваются, почему наше государство не ставит первоочередную вопрос о том, чтобы это было включено у нас, и это имело обширные на уровне государства, а не тогда, когда отчастники или какие-то предприятия для себя? Ну, смотрите, формально, формально, наш государство ставит такую задачу. В 2009 году был принят закон 261 об энергосбережении и о развитии ВИА. И в нем было прописано о доведении к 2020 году доли ВИА в общей энергетике у нас до 4,5%. Это есть на бумаге. Реально почти ничего нет. То есть, как бы, в принципе, придраться не к чему. Вот оно и есть. Но подзаконные акты к этому закону очень неактивно принимались. Там много что непонятно. Непонятно эти механизмы, как осуществлять. То есть, у нас, ну, мне кажется, мое личное мнение, что у нас есть, вернее, не мое личное мнение, сейчас я чуть позже о своем мнении скажу. У нас есть лоббисты и антилоббисты. Есть круг лиц, которые за развитие альтернативной энергетики в нашей стране. Есть круг лиц, которые против. Кто против? В основном, как ни странно, это Минэнерго и самый главный человек в нашей стране. Почему он против? Непонятно. Может быть, потому что у него плохие консультанты. Я имею в виду тот человек, который придет в следующем году к власти. Значит, ну, косвенно из его выступлений можно сделать вывод именно такой. То есть, как бы, для населения говорится, что вроде мы все приняли, вроде у нас все работает, реально плохо работает. Ну, видимо, не хватает вот этой политической воли, назовем так. А то, что в Голландии, в Дании, в Германии все это развивается, действительно так. Там это все давно осознали. У нас никто никогда не признается, что у нас ресурсы заканчиваются. Это, ну, как бы, крах для политика, если он в этом признается. Я бы сказал, что они не заканчиваются, а дешевые заканчиваются. Вот, подчеркну, да? В принципе, это не заканчивается. В принципе, ресурсов полно. А вот дешевые заканчиваются. Вот. И все? На весь вопрос ответил? А опыт? Почему не принимается опыт? Ведь там же все-таки настолько отработана эта система с нуля. Вот те же самые нулевые дома. Но хотя бы даже в тех же самых этажках, то эти этажки, что в высоких домах, можно поставить эти насосы. И это действительно будет экономить во многом. И это будет хорошо для нашей системы ЖКХ и так далее. То есть это же... Ну, почему опыт не перенимается? Во-первых, да, у нас эта отрасль растет снизу в основном, а не сверху. То есть в западном мире понимание этого пришло сверху. Сверху надавливают на население, на бизнес, чтобы это все развивалось. У нас снизу растет. У нас от безысходности люди начинают этим пользоваться. Опыт почему не перенимается? Ну, как бы он перенимается, но опыт тут, во-первых, он разный для каждой местности, для каждой страны. Я говорю, ВИА, она такая сложная достаточно отрасль. А во-вторых, может быть, частично не перенимается, потому что, может быть, кому-то это невыгодно. Может быть, выгоднее 10 раз делать ремонт в одном доме, чем один раз, а нормально. Ну, вот так отвечу. Ну что, всем все понятно по ВИА? Точно? Ну, тогда заканчиваем. Спасибо. Спасибо.